У Надежды Молчиновской перед началом новогоднего представления сразу несколько поводов для волнения. Во-первых, у нее одна из главных ролей. В постановке она играет «Красную шапочку». А во-вторых, этот спектакль для нее – актерский дебют в любительском театре коллектива «Дома культуры Авангард». Есть, конечно, некоторое волнение, потому что хочется, чтобы все получилось так, как оно есть, по сценарию, и чтобы дети остались довольны. Роль «Красной шапочки» Надежде досталась не просто так. В повседневной жизни девушка, как и ее героиня, добрая, отзывчивая и жизнерадостная. Ее визави по спектаклю Лариса Шадрина. Ей досталась роль лисы. Играть отрицательных персонажей Ларисе нравится больше всего. Во-первых, очень люблю эти роли, потому что это самые яркие герои, во-первых. Красиво одеты всегда, привлекает внимание детей. Очень мне нравится, что дети реагируют сначала отрицательно на этих героев, просто их не любят. Потом наступает всепрощение. Лиса, которая играет Лариса Шадрина, получилась властная, хитрая и умная, поэтому и руководит всем процессом. Некоторые черты, вложенные в характер этого персонажа, у Ларисы проявляются и в повседневной жизни. Все почему-то во мне видят этого героя, как правило. Не знаю, наверное, я сама как-то такая, очень энергичная, как бы, скажем так, люблю подвижность, вот это все. Во-первых, очень громкий голос у меня, это тоже, конечно же, соответствует этой роли. С первых минут спектакля дети и их родители стали полноценными участниками постановки, разгадывали загадки, танцевали с героями и пели песни. И все это радовало не только малышей и их родителей, но и самих артистов. С удовольствием ждем именно новогодних вот этих представлений, потому что сами впадаем в детство, сами с удовольствием репетируем, вводим хороводы, и для нас тоже это замечательный праздник. Для детей и родителей время, проведенное на спектакле, пролетело как один миг. А лучшие награды для выступающих артистов стали искренний детский смех и бурные аплодисменты собравшихся. Кирилл Васенин, Арзимий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.